Всем анкорд, мальчики и девочки! Сегодня мы вам расскажем о комоте, может быть, и напомним, о самых кровожадных сериалах уходящего десятилетия. И, оговорчика, мы намеренно не включились на такие шедевры, как «Дневник будущего» и «Альфейская песнь». Это признанные хиты, и многие забрасывают их на первые места за острый сюжет и разнообразное проявление жестокости. Про такие тайтлы сказаны и написаны уже столько, что их и без того быстро найдут заинтересованные лица. Так что мы решили не отнимать места у других, не менее захватывающих сериалов, и которые, к слову сказать, вы могли пропустить в 2010 году и позже, пока были в армии. Сдавали потом сессию, путешествовали или, ну, как обычно у меня бывает, отложили годный он-гоинг в загладки и с концами. А знаешь, кого не стоит откладывать с концами, а? Нет, не ее. Рекламу. Ну так вот, друзья, не так давно я обещал вас познакомить с новыми игрушками. Ну, и надо выполнять свои обещания. И знакомлю. Собственно говоря, новая мобильная игрушка Raid Shadow Legends. Поехали. Raid Shadow Legends — это новая шикарная коллекционная ролевая игра, которая сейчас на волне и стремительно захватывает мир. Только за три месяца Raid скачали уже почти 10 миллионов игроков со всего шарика. И я могу понять этих людей. Тут одного взгляда достаточно, чтобы сразу заценить графен. Такой хочется опробовать уже за внешний вид. Просто посмотрите, какой безумный уровень детализации у этих чемпионов. Но погодите! Под внешней красотой вы найдете интересный сюжет, динамичный геймплей с сильной и стратегической составляющей, эпические сражения с боссами, битвы с реальными игроками и более чем 400 чемпионов для коллекции и развития. 400, Карл! Целых 400! Мой любимый чемпион — холодное сердце, темная эльфийка-лучница, у которой не только крутые скиллы, но и отличные сильные. Ну вы поняли. Игра абсолютно бесплатная, и на слово мне верить не нужно. Просто установите и убедитесь сами. А так еще можете заценить более чем 200 тысяч отзывов в сторе, где у Raid почти идеальная оценка. Так чего же ты ждешь? Качай Raid прямо сейчас только по моим ссылкам и получишь 50 тысяч серебряных монет, а заодно эпического героя в качестве бонуса. Удачи и жду тебя в Raid. Страна чудес смертников. Сюжет стартует спустя 10 лет после разрушительного землетрясения в 2023 году. То есть Смертников выпустили в 2011, землетрясение случилось в 2013. Чем же интересно все это пахнет? А уже ничем. В плане актуальности сериал многих из нас уже потерял. Ганта Игораши, ученик средней школы, живет как обычный у Яшик, когда вдруг таинственный красный человек убивает всех его одноклассников, а в грудь юноши стреляет красным кристаллом. Уже через несколько дней Ганта объявляется единственным подозреваемым, а затем приговаривается к смерти и отправляется в тюрьму Страна чудес смертников, в которой заключенные вынуждены развлекать посетителей своим участием в смертельно опасных аттракционах. Дальнейшее существование Ганты сводится к попыткам отыскать красного человека, чтобы доказать свою невиновность. Со временем парень находит в себе способность управлять формой крови, благодаря чему та может быть преобразована в смертельное оружие. В общем, сериал в буквальном смысле кровавый. И жаль, что ему никогда не стать завершенным. Иная Жутейший сериал 2012 года от небезызвестной студии PA Works. Что у нас здесь? Странный класс, ученица, которая умерла, но все делают вид, что она жива. Загадочная девушка с повязкой на глазу, с которой никто не разговаривает. Переведенный ученик, который не в теме местных закидонов. Мне кажется, даже тот, кто не слышал название сериала, уже догадался, что дальше произойдет. А что случилось после того, как он заговорил с девушкой, ну вот здесь уже сложнее. Всего 12 эпизодов, плюс нулевой дополнительный, который можно пропустить. Кровавое пиршество начинается не сразу. По неподтвержденным слухам, к тому моменту, когда все начнется, от нагоняемой жути можно преждевременно посидеть. Вторжение гигантов или атака титанов. Короче, как хотите, так и называйте. Вот сцена, когда мать Эрена погибает в пасти уродливого гиганта. А ведь когда-то все началось с пролома внешней стены огромным титаносом и массовым исходом народа под защиту внутренних стен. Паразит. Учение о жизни. Вот это вот клевая тема, советую. Мы не могли пропустить адаптацию культовой манги Иваакээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Хитоши, которая, к сожалению, не стала успешной на родине, но очень полюдилась европейцам. Отчего, разумеется, японцам не тепло, не холодно. Однажды ночью, а возможно, где-то это все происходило светлым днем, на землю десантируются из яйца-дуванчиков червеподобные организмы. Эти мерзкие червячки заползают через ухо или нос в головку. Вот-вот-вот в эту головку. И каким-то образом пожирают мозг, и ууаля, перед нами мыслящий организм. Ходит как человек, пытается думать как человек, однако, по сути своей, от человека здесь уже мало чего осталось. Вот одному червяку не повезло. Как-то раз обычный японский школьник чихнул, впустил паразита себе под кожу, но успел перевязать руку гарнитурным проводом. Не спрашивайте, каким образом человеческие ткани преобразились в нечто отдаленно напоминающее тесто, которое, ко всему прочему, может трансформироваться в ножики покрепче стали. Морально-экологическую тему многим судя по комментариям, показалось банальной. Знаете, что я скажу? Планету беречь никогда не поздно. Это наш общий дом с вами. Вот. Убийца Акаме. 2014 год оказался богатым на увлекательные сюжеты и... Вот и здесь, собственно говоря, некоторые называли этот сериал «Игрой престолов от мира аниме». Я, кстати, не шучу. Кровушку здесь пускают знатно, персонажей не жалеют, правительство прогнило. Действительно, аналогии привести можно. А о чем сюжет? Все начинается с парня, который отправился за длинным рублем в столицу. Рубль не нашел, но умудрился в первый же день похерить все сбережения. Не знаю, что стало бы с героем-неудачником. Дальше скатился бы он до борделя или чего похуже. Его замечает милая девушка, которая, собственно говоря, приглашает неудачника к себе домой. А дом ведь непростой. Дворец? Переживет ли парень свою первую ночь? Это уж смотрите сами. Токийский хуй. Короче, еще один не менее кровопускающий сериал 2014 года. Токийский гуль. Первый сезон, которого для многих стал в некотором смысле откровением в жанре. Это сейчас идея сожительства обычных людей с вампирами, нам кажется, обыденной. Здесь же нам представили отличную концепцию для развития мира, в котором гули, казалось бы, кровопийцы с нечеловеческой силой и живут и работают в мегаполисах. С удовольствием потягивают кофейный напиток, лакомятся кровушкой доноров, и все бы хорошо, да только Канеке, студенту-первокурснику и главному герою этой истории, сильно не повезло. Ему пересадили органы гуля, и парень стал полукровкой, который вынужден метаться из крайности в крайность, пока некоторые события не превращают его в нечто, о чем знают смотревшие сериал. Когда гуль выходил он гуэнгом, многие жаловались на цензуру кровушки вообще любого проявления жестокости. Это не мешало воспринимать сюжет, но глаз, как говорится, не радовался. Ну а теперь можно найти блю-рей, и там, кстати, цензуры нет. Терраформирование. Кстати, о кровавых боевиках с беспощадной цензурой. В осеннем сезоне 2014-го транслировался сериал о покорении Марса генно-модифицированными воинами. Почему воинами? Да потому что изначально Марс заселяли тараканами, которые вымахали до размеров человека. Хорошо. Поехали! Если ты не смотрел и сейчас подумал о фэнтези, нет, это фантастика, и в какой-то мере даже научная. Не сразу, но ответы будут. Только дождись. Литры крови, расчлененка, покатушки по поверхности Марса. Присоединяйся, не боись. Кабанери железной крепости. В мире свирепствует эпидемия, превращающая людей в безмозглых зомби. По дорогам курсируют бронепоезда, защищенные от разгулявшихся живых трупов. Самое время появиться герою, который поведет народ за собой. И он появляется. Гибрид человека и монстра с убийственным изобретением, пронзающим сердца врагов. Эпично я зачитал, да? Вот, если бы сериал и правда был весь из себя такой, то было бы просто замечательно. Однако все равно, ребят, крутейший постапокалиптический стимпанк с эпичными моментами и сочным кровопусканием, которое цензурили для Китая. Ну, вот такие дела. Берсерк. Можно сколько угодно ругать этот сериал за отвратительную стилизацию, но черный мечник и его длинные мечара — это нечто. Его мощь крышесносна, в буквальном смысле. Если бы топ назывался топом кровавых аниме-фильмов, то на этом месте оказалась бы трилогия от студии 4C. Там, кстати, с эпиком в разы лучше. Жаль, что после ярких фильмов японцы выхотели продолжение в столь посредственном исполнении. Многие посмотрели, а куда деваться. Некоторые с 97-го года ждали проду кровавой саги о мужественном наемнике, который в прямом смысле протоптал дорогу в адскую коптильну и обратно. Мне искренне жаль, что они дождались этого. Ну, того, что вы сейчас видите на экране. С другой стороны, его вообще могло бы и не быть. Созданный в бездне Мэйден Аббис Этот необычный в плане стилистики сериал из 2017 года, который, если смотреть, не прочитав описание, можно удивиться. Когда именно история о любопытной девочке Рика вдруг превратилась в демонстрацию кровищи из глаз, переломанной руки, растекание живого тела в бесформенную жижу. Мерзость. А ведь все началось на краю Великой Бездны, обрыва, уходящего глубоко в недра земли. Никто не знает, что находится на дне Бездны. Многие исследователи в попытках разгадать ее тайну расплачиваются жизнью. Счастливчики, что возвращаются из глубин, рассказывают о реликвиях прошлого, кровожадных тварях, способных разорвать любого на части и смертельных проклятиях. Многие ждут второй сезон. Инояшики Однажды ночью в парке старика и случайного юношу уничтожает инопланетный корабль. По избежании последствий от вмешательства в дела недоразвитой планеты, они решают на месте создать кибернетические копии уничтоженных. Это трагичная история двух идеологий, двух взрослых личностей, одна из которых имеет за плечами жизненный опыт созидания, а вот другая, типичный подросток, который получил кибернетическое тело со всеми вытекающими, как говорится. Шестой эпизод убийства в лоб через экран. Как он это делает? Восьмой эпизод парень выносит отделение полиции. Да уж, называется дай дураку оружие. Только он не дурак, он обижен на несправедливый мир. Ну а кому сейчас легко? Война двенадцати. Вот мы и подобрались к финалу столь обширного топа. На пороге тринадцатого места оказался очень даже неплохой сериал от студии «Графиника». Сюжет поведает о смертельном турнире, который проводится раз в двенадцать лет. Двенадцать свирепых воинов, прозванных в честь китайских знаков зодиака, сойдутся в беспощадной схватке на улицах пустого города. Все ради исполнения одного желания. Любого. Абсолютли. Их сражения будут жестокие, победитель будет один. И какое желание он озвучит в финале. На дважды два можно было посмотреть с моим голосом. Хе-хе-хе. Человек-дьявол Плакса. Девил-мен Плакса. Топ не будет топовым, если его не возглавит сериал 2018 года, который показал Нетфликс. Ни дня без Нетфликса. Это король жестокости, апофеоз апокалипсиса. Все это, что вы, возможно, уже видели раньше, но такого. Это полноценная адаптация манги 1972 года. Качественно осовремененная и продолжительностью всего 10 эпизодов. Я знаю, что вас это все равно не остановит, но предупреждаю, контент 18+. Но это, кстати, неспроста. Сюжет шокирует вакханалии и развратом уже в первом эпизоде. Главный герой сливается с сильнейшим демоном, но его сердце остается человеческим. Вот почему так в реальности не бывает? В реальности я скажу, что будет боль, каталка, гроб, могила. Классический финал как для уверовавшего в свои крылья за спиной на крыше пятиэтажки, так и для любого, в кого демон рискнет запихнуться. Так может поэтому никто и не вселяется? Демону жить хочется, а он, в смысле, его носитель с крыши кидаться, но сериал все равно захватывающий. На этом, друзья, и заканчивается наша подборка, но не тема. Пишите в комментариях свой личный топ-5 кровавых аниме, и мы по традиции соберем из них зрительский топ. Друзья, делитесь роликами, ставьте лайки, и ваша активность под видео это неоценимая для нас помощь. Также у нас есть Patreon и Donation Alerts. не забывайте помочь нам и с помощью этих замечательных сервисов. Ссылки в описании. С вашей поддержкой, друзья, мы сможем выпускать гораздо больше крутого материала. Заранее спасибо. Если ты впервые, друг мой, на канале, не забудь посмотреть другие ролики и подписаться, если понравится. А если уже подписан, не забывай проверять свой колокольчик, чтобы не пропускать новых выпусков. Мы же продолжим уже совсем скоро. Всем чмаки, ловки, обнимашки. Я по-прежнему анкорд, и хорошего вам аниме. Жутейший сериал 2009... Жутейший сериал 2012 года от Низа... Би-би-би-би-би. Кстати, о кровавых боевиках с без... А, все, у меня сейчас видео кончится. Три, два, один. Места нету. Все. Подарите мне флешку. В осеннем сезоне 2014-го трансрил... Кабанере Железной крепости. В мире... Типичный подросток, который получил кибидон... Абсолютить. Да, блять, абсолютно. Друзья, делитесь роликами, ставьте лайки, ибо ваша активность по видео... Та-да... Ибо... Блин, еще раз. Друзья, делитесь роликами, ставьте лайки под видео... Нет, ставьте лайки, вот. Инстаграм.ком слэш анкорд аниме, подпишись! Пожалуйста, подпишись! Субтитры создавал DimaTorzok